Я вот так делаю, представляете? Вот так вот, 10 тысяч раз сделаю, и всё повиснет. Вы не должны были это видеть, но раз вы увидели, то признаюсь. Холодок какой-то, офигеть. Что это такое? Или он всё всосал в себя? Спонжики вот это, знаете, точечно тыкаешь, 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 тыкаешь. Во, я его выжила. А нормально это вообще, скажите мне? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня, как и обещала, мы с вами будем тестить вот эту вот масочку, глину, нашумевшую, из фикс прайса, которую мне говорили, купи-купи, розовая глина. И будем затем вот этот спонжик тестить. Я тестила уже до этого спонжики из фикс прайса, но это было другой фирмы. Это было, давно было другой фирмы. А вот эта фирма мне в принципе нравятся, кисточки у них очень. Я в фикс прайсе беру там 77 рублей где-то они стоят. Спонжик надо попробовать. Вообще спонжики мне не очень нравятся, поэтому я решила этот затестить просто для вас, чтобы вы имели в виду. Вообще я люблю размазывать пальцем или кистью, а вообще, я вообще давно уже не крашу тонаком свое лицо. Только корректор, который пальцем подкрашивает. Ну, в общем, надо все затестить. И я хочу сказать, что это и как вообще. Вот эту глину, розовая глина, мне просто скидывало человек в 50, наверное, если честно. Селена, попробуй глину, она там волшебная, от нее какой-то суперэффект. Я, естественно, взяла. Тем более розовый, это мое, да. Розовая алтайская глина, это самое эффективное природное средство для ухода за лицом, телом, волосами. Маска для лица очищает, смягчает, освежает кожу, разглаживает маршинги. Маска для тела восстанавливает кожу, устраняет признаки целлюлита. Маска для волос восстанавливает структуру волос, глубоко питает, делает их гуще кому надо, придает объем и ухоженный вид. Слушайте, а, так это не только для лица, это супер глина вообще для всего. Офигеть. Глина для волос, я, честно говоря, совсем представляю. Она очень приятно пахнет. Слушайте, вот эта серия вся, она безумно классно пахнет, потому что у меня уже два твердых масла для волос есть. И они очень вкусно пахнут, прям, это важно. Что мы сейчас сделаем? Я вообще только проснулась, сейчас у нас зима на улице, вон снег метет конкретно вообще, прям в юго. Сейчас я с вами вытеру кожу нашу, очищу салфетками, кстати, с мицеллярной водой из FixPrice. Вот так. Ну, перед масочкой вообще. Как бы освежим, очистим, чтобы масочка наша проникла в глубоко. А, еще у меня что есть? Сейчас покажу. Вы знаете, раньше я никогда не обращала внимания, а в один момент в видео увидела, что я неправильно вытираю. Вот надо вот так и вверх. А я вот так делаю, представляете? Вот так вот 10 тысяч раз сделаю, и все повиснет. И будет лицо грустное. А нам нужно веселое, веселые глаза, веселый нос, веселый рот. Вот, бородка, чтобы не было второго. Так, все, очистили. Вот такие вот покупаю. Это для чувствительной розовые, а не розовые, не для чувствительной. Вот такая штука у меня есть, тоже FixPrice и Бро. Редко я пользуюсь, поэтому... Оп, красота. Я вообще дверь закрыла? Надо проверить. Дверь-то закрытая, а вот батарейка у меня садится, блин, как всегда. Ну что это такое, я не знаю. Так, также у нас зеркало из FixPrice, классное, которое мне нравится. Да, оно немного и измазанное, и потрепанное. Вы не должны были это видеть, но раз вы увидели, то признаюсь. Так, начинаем. Ой, а как? Как всегда, инструкция не нужна нам, да? А тут и не написано. Ура! А нет, есть, блин, придется читать. Что делать-то с ней? А то сейчас намажут, да и все. Так, для лица и тела нанести на сухую очищенную кожу на 10-15 минут смойте водой. Все. Для волос тут другая инструкция, но у нас лицо, поэтому... Все, наносим 10-15 минут, смываем водой и говорю результат. На ощупь очень приятная, нежная глина. Вижу, будто река не села. Наносить буду таким тоненьким слоем. Не буду толстым мазать, пусть размажусь. Очень приятненько. Область вокруг глаз обычно обходят. Блин, она как нежная сметана густая. Область вокруг глаз обходим, но я максимально к глазам приближаюсь. Разморщинки разглаживает. Морщинки-то под глазами много. Где-то я слышала, что глиняные маски хорошо, чтобы они не засыхали до того момента, как начинают трескаться. Потому что кожа от этого травмируется. То есть глиняная маска чуть-чуть побыла у вас на коже. Не ждите, пока она супер подсохнет. Что от любой мимики вы начнете трескаться. Ну, не вы начнете трескаться, маска начнет трескаться и будут микро-короче какие-то там... В общем, не кайф. Какой кайф. Так, я взяла специально салфеточки. Какая красивая. Я так люблю себя в маске. Блин, я люблю себя в полотенце после душа, в маске. Сейчас я чувствую легкое пощипывание, если честно. Покалывание, легенькое. Наверное, это нормально. Вот если бы я такая была. Яркая. Прям холодок какой-то, офигеть. Что это такое? Быстро очень, прям вот сейчас начала. Холодок, покалывание. Интересно. Итак, прошло 10 минут. Как видите, 10-12 где-то минут. Как видите, маска у меня не застывшая. Потому что каждый раз, когда она подсыхала, и было дискомфортно моему лицу. Я просто мочила кончики пальцев водичкой. И вот так вот проходилось. Для того, чтобы маска была влажная. Опять же говорю, потому что я слышала этот момент, чтобы не трескалась. Ну и в конце концов, мне кажется, от того, что глина засохла на тебе, какой от этого толк. Я думаю, что как раз таки, пока она такая влажная, она все элементы свои отдает. Вот. Не знаю, в общем, не изучала этот вопрос. Но где-то слышала. И вот знаете, бывает вот так. Где-то слышала, и оно засядет тебе в голове. И ты потом так и живешь. Мучаешься. Так, сейчас я пойду все это дело смывать. И приду рассказывать о своих ощущениях. Итак, я вернулась. Оценить личико моё можете вы. Оно совершенно не красное, кстати. Сейчас, может быть, попозже покраснеет. Бывает такое, что позже. Что могу сказать? Когда я смывала всё под моими руками, то есть была кожа такая, как сказать, ну, как сказать, ну, как гладенькая такая вся. Знаете, вот смываешь, прям мягенькая такая, как будто маслянистая даже немножечко что-то. Сейчас я высушила, промокнула полотенцем. Да, я слышала где-то, что надо промакивать полотенце. Нигде-то даже, я скажу, убой не видела. Убой не видела. У неё уже давно не полотенце, а у неё какие-то влажные салфетки. Не влажные, а сухие салфетки. У неё какие-то сухие салфетки, и она вот так их промакивает. Я тоже где-то это видела уже и слышала до неё. Просто она усилила мой эффект. И я тоже думаю, нужно тоже себе, кстати, купить специальные салфетки. Поставить их в ванне. Вот. Сейчас у меня кожа такая, ну, гладенькая, ровненькая. В общем, приятное ощущение. Личика, во всяком случае, в каком-то тонусе. Что касается... Меня удивил этот эффект в плане покалывания. Пощипывания лёгкого и холодка. Что-то необыкновенное. Вот. Ну, и кожа, мне кажется, немного выровнялась. Как вам кажется? Вообще, я не знаю, может быть, это самовнушение. Иногда, может, нет. Но мне так кажется. Когда, знаешь, маску сделала, и вот так смотришь на себя в зеркало и думаешь, ай, краса. Может быть, оно одно и то же, да? Но всё равно. Думаешь, ай, краса! Сейчас мы будем с вами тестировать спонжик далее. Такой маленький, упругенький. Я вообще слышала, что какие-то реальные спонжики, это же откуда-то пошло, да? Они какие-то вообще супер мягкие. Они реально там супер нереально, реально нереально наносят тон. Использовать мы будем вот от Faberlic Double Style. Мне нравится вот этот вот крем тем, что здесь идёт и база, и тональный Faberlic. И мы можем с вами, знаете, что делать? Цвет даже корректировать. Мы можем сначала базу нанести, а можем сразу немножечко нанести тональненько. Прям чуть-чуть. Светлый, тёмный. Если тёмный, можно так прям. Если нет, то чуть-чуть добавили, и цвет появилось. Вот сейчас я сделала какой-то, может, даже темноватый. Вот смотрите. Я сейчас сделала здесь, пыталась размешать, и всё, просто всё собрала этим спонжиком. То есть у меня сухая рука. Всё на спонжике. Теперь перенесёт ли он это нам, в принципе, на наше лицо? Или он всё всосал в себя? Посмотрим. Непонятно вообще. Мне кажется, он всё всосал. Давайте ещё попробуем. Побольше сделаю. Так, кончиком помешаю. Так. Начнём наносить. Он всё всосал в первый раз. Вообще, я, конечно, люблю работать пальцами. Так, я вбивательными движениями, как вы видите, делаю. Всё как положено. Люблю делать пальцем или кистью, смешанным ворсом. Это для меня идеально. Никуда не девается, ничего никуда не впитывается. Отлично наносит ровный тон. Спонжики вот это, знаете, точечно тыкаешь, 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 тыкаешь. Там кистью как промахнул. Поэтому я спонжики не очень люблю. Но вот для теста, для вас, я его взяла. Ой, честно говоря, лишний раз убеждаюсь, что... Вот столько, сколько я намазала сейчас, реально, три лица могла бы намазать. Я ещё лоб не намазала. Он всё впитывает в себя. Чёрт-те что. Ну, не чёрт-те что, но он реально впитал в себя очень много, мне кажется. Во, смотрите. Во, я его выжала. И, конечно, этим я ещё могу конкретно размазать всё здесь пальчиками. А нормально это вообще, скажите мне? Нормально это вот? Спонжик впитал в себя? Вот, ручками, ручками. Ещё тут, наверное, всё лицо у меня ещё сверху осталось. Короче, спонжик я не рекомендую покупать. Глина мне понравилась. Вот я сейчас даже, кстати, лицо вот пока смазываю всем этим делом. Оно гладкое. Спонжик не одобрямсь, потому что вы сами видели, сколько он в себя впитывает. Первый раз я нанесла и просто он всё впитал. Только на подбородочке его и хватило. Да? Поэтому это не дело совершенно. Мы так с вами растратим всю косметику нашу за ненадобностью. Маленький, он очень точечно размазывает. Мне вообще неудобно. Не-не-не-не-не. Это одобрямс, конечно, хотя мы это не тестили особо. Это я просто знаю, что хорошо. Уже не первый раз беру и даже на подарки брала. И глина мне очень понравилась. Во-первых, это аромат. Во-первых, это ощущение холодка, жжения, пощипывания. Во-вторых, после него не красное лицо. Я сейчас не чувствую никаких вообще, вот знаете, бывает покраснение, там неприятное ощущение. Какое-то 20-30, 2 часа, смотря какая маска. Здесь вообще нет никакого неприятного ощущения, как будто я ничего не делала. А кожа при этом гладкая. Приятно наносится, то есть текстура. Хотя я вот такие вещи не люблю намазывать. Я люблю маски тканевые, знаете, нанесла, выбросила, все, смыла. А вот это размазывать, ждать, руки мыть потом не очень люблю. Но мне это понравилось, то есть классное. Плюс оно универсальное для лица, для тела и для волос. Для волос надо тоже попробовать. Хотя, честно говоря, вот эту смесь такую, она какая-то сметанная, с глиной, ну глина, да, вот как бы песок, вот такое что-то песочное, глинистое. На волосы совершенно не хочется наносить. Я предпочитаю масло. Поэтому на волосы я ее даже тестить не буду. Если кто-то затестит, напишите мне, как вам на волосы. Ну, что-то мне не особо хочется тестить на волосы. Должна вас предупредить, что одна из моих подписчиц тестила эту глину на волосы и осталась очень, крайне недовольна. Вот этот состав, как я и предполагала, на самом деле на волосы оказался очень жестким. Она, во-первых, его не с первого раза смыла, хотя смывала очень тщательно и хорошо. В общем, думала, что не домыла. Волосы стали жесткие. Ну, в общем, там весь самый ужас. В итоге она смыла все уже как следует там и начала сушить волосы и все. В общем, волосы, ощущение, что как будто она их осветлила каким-то жестким осветлителем, как она сказала, насколько я помню. В общем, волосы у нее в ужасе после этого состава. И она попросила предупредить девочек, чтобы на волосы не тестили. Ну, смелые можете затестить и сказать свой отзыв. У меня в инстаграме, я здесь оставлю ссылочку на свой инстаграм. И под видео есть ссылка. Пишите, кто пробовал эту глину на волосы. Очень интересно будет ваш отзыв. Может быть, она что-то сделала не так или подходит это не всем. Ну, в общем, волосы у нее как пакли стали. Очень испортились, она сказала. И теперь не знает, что с ними делать. Все, я вас люблю, целую. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если что-то еще захотите, чтобы я затестила, вы мне пишите. Я, конечно, не все подряд тестю там, а то, что мне интересно, то, чем я, возможно, могла бы пользоваться. Вот. И вот так. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok